События дня в настоящем времени в студии Вашингтоне. С вами я, Игорь Тихоненко. Здравствуйте. Смотрите ближайшие полчаса. Осужденные в России украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись на родину. УИФА снимет сборную России с евро, если российские болельщики продолжат устраивать беспорядки. Теракт в Ирландо. В поисках ответов. Был ли убийца Амар Матин завсегдатой ночного клуба? Обнародованы имена всех 49 жертв стрельбы в Ирландо. Следствие раскрывает все новые подробности о самом террористе Амаре Матине. По словам детективов, он искал в интернете материалы исламистского толка. Но главное, посетители ночного гей-клуба утверждают, что видели его там и раньше. О последних деталях в расследовании самой кровавой стрельбы в истории США нам расскажет наш собственный корреспондент Роман Мамонов, который сейчас выходит к нам на связь из Орландо. Роман, я приветствую тебя. Получается, что террорист был чуть ли не завсегдатым этого клуба. Это так? Да, Игорь, приветствую. Информация, которую распространяет следствие, действительно вызывает, если хотите, некоторую оторопь. И если еще накануне основной версии, кажется, безусловной версии были связи Амара Матина с террористическим подпольем, то теперь возникает все больше вопросов. Следователи продолжают работать на месте трагедии. Кроме того, они побывали в доме Амара Матина и опубликованы фотографии его квартиры, его детской, его гостиной. Но возникают вопросы, не было ли двойной жизнью Амара Матина. ФБР накануне объявило, что по-прежнему все-таки рассматривает в качестве основной связь Амара Матина с террористическим подпольем, и что он действовал именно исходя из радикальных убеждений. Давайте послушаем, что сказал директор ФБР Джеймс Коми. На данный момент у нас нет свидетельств того, что этот теракт был спланирован за пределами Соединенных Штатов. У нас нет свидетельств, что террорист был частью какой-то радикальной сети. На данный момент не ясно, какой группировке он присягнул. Хотя в момент атаки он и заявил о связи с ИГИЛ и что он делает это для радикальной исламской группировки. Итак, действительно, как сказал Джеймс Коми, возникают вопросы, все-таки кому он симпатизировал. Дело в том, что во время одного из трех звонков 9.1.1 он сначала присягнул на верность ИГИЛ, потом упомянул фронт Ан-Нусра, который вообще-то воюет с ИГИЛ. То есть непонятно, он действительно был сторонником радикальных идей или просто высказывал некие знакомые ему названия. Согласно данным следствия, в компьютере обнаружены доказательства, что он искал в интернете материалы пропагандистского толка от радикалов. Но была ли связь между ним? Дело в том, что ФБР его, как мы уже сообщали, допрашивало, причем три раза оказывается, в 13-м и в 14-м годах, из-за его заявления, что он связан с Аль-Каидой, что он симпатизирует Хезболе, но никаких оснований утверждать подобное найдено не было. Но вот действительно то, что вы сказали, сейчас появляется шокирующая версия о том, что, возможно, он был вообще латентным геем, переживавшим кризис из-за собственной ориентации. Говорят, что посетители клуба Пульс, говорят, что видели его многократно на протяжении последних трех лет. И это явно не попытка разведки, да, то есть если он три года выходил, то есть он явно зачем-то туда приходил, в этот клуб. Кроме того, появляется информация, что у него был профайл, была анкета в мобильном приложении для знакомства геев. И это получается, что действительно он переживал некий, ну то есть он боролся с собой, что ли, со своим «я», и на самом деле был геем. Это еще одна версия, на которую предстоит ответить, еще один вопрос, на которую предстоит ответить следствию. Как вы уже сказали, обнародованы имена всех 49 погибших, и это просто разрывающий сердце список, потому что в нем имена людей от 18 до 50 лет. Мы можем показать их фотографии. Люди, которые там студенты, будущие медики, будущие военные, продавцы в магазинах, люди, приехавшие сюда на отдых. И, конечно, невозможно без эмоций слушать истории людей, которые выжили, или истории родных, которые, дети которых не выжили. Мы уже размещали в социальных сетях, мы можем показать историю мамы, которая получала СМСки от своего сына, который находился и прятался в туалете, и писалось, что мама здесь стрельба. Мама, он идет к нам. Мама, пожалуйста, позвони в полицию. Этот молодой человек не выжил. И появляется история тех, кто смог пережить эту ночь. Давайте послушаем молодого человека по имени Луис, который... Вот что он рассказал. Мы упали на пол. Я схватил и обнял моего друга, чтобы закрыть его. Там была еще одна девушка, которая стояла. Я тоже повалил ее на пол. И когда она попыталась встать, я ей сказал, ты можешь сидеть, но только не вставай. Выстрелы продолжались. Была пауза, наверное, секунд десять. Мы видели выход со стороны сцены. Именно в этот момент мы рванули так быстро, как могли. И потом выстрелы начались снова. Было, наверное, человек 20 или 25, которые одновременно друг через друга пытались вырваться через дверь. Они просто застряли на выходе. Я просто не могу описать, что происходило в тот момент. Люди пытались силой пробиться наружу, но не могли. А выстрелы звучали все ближе и ближе. Игорь, Орландо по-прежнему скорбит. Накануне мы побывали на церемонии памяти всех павших. Она прошла здесь, у одного из культурных центров. Десятки тысяч человек пришли почтить память 49 человек, которые погибли в ночном клубе. В памяти о них прозвучали 49 ударов колокола. Люди приносили цветы, приходили с детьми, чтобы просто поддержать друг друга. В ближайшие дни начнутся похороны. Сюда также в четверг должен приехать Барак Обама. Продолжается сбор помощи. Уже известно, что в лармках благотворительной акции собрано более 3 миллионов долларов. Большое количество компаний оказывают помощь. Похоронное бюро вызвалось оказать всю необходимую поддержку бесплатно. Авиакомпания JetBlue вызвалась перевести родственников бесплатно. И слова скорби и слова соболезнований, конечно, звучат сейчас по всему миру. Игорь. Очень тяжело освещать эту душераздирающую трагедию без эмоций. Спасибо тебе, Роман. С нами на прямой связи из Ирланды был наш корреспондент Роман Мамонов. Памятные мероприятия о жертвах стрельбы во Флориде проходят сегодня по всей Америке. Массовое убийство унесло жизнь по меньшей мере одного нью-йоркца. 25-летний Энри Кириус учился на медбрата и поехал во Флориду отдохнуть на уикенд. Нужно сказать, что в Нью-Йорке трагедию в Ирландо восприняли с особой болью, потому что именно там началось движение за гражданские права геев в США. О том, как в Нью-Йорке чтят память погибших, рассказывает Виктория Купченецкая. Погибший в Ирландо житель Нью-Йорка Энри Кириус наверняка бывал в легендарном гей-баре в Гриныч Виллэч, Стоун Волл. В эти дни в окне бара вывешен плакат с надписью «Остановите ненависть». Орландо – это трагедия для всего ЛГБТ-сообщества, для всех американцев и для всех нью-йоркцев. Стоун Волл. Этот бар в Нью-Йорке, да и вообще в Соединенных Штатах считается историческим местом. 48 лет назад здесь проходили массовые протесты, которые стали началом борьбы ЛГБТ-сообщества за свои гражданские права. Сегодня сюда тоже целый день приходят люди. Они приносят цветы, свечи. Некоторые долго стоят здесь молча, некоторые плачут. Убийство есть убийство. Какой-то идиот решил, что у него есть цель. Но это не перечеркивает наше движение. Наше движение по-прежнему сильно. Многие нью-йоркцы считают, что убийства в Орландо были преступлением на почве ненависти, на почве гомофобии, а не на почве религии. Люди совершают эти ужасные поступки от имени Ислама. Но они не Ислам, они исламские экстремисты. Они не представляют мусульманскую общину. У меня родители мусульмане, у меня бабушка мусульманка. И я горжусь своими родителями, потому что они меня поняли, какой я. И это не зависит от нации, от религии. Это зависит все-таки от воспитания человека в семье. Как он воспитался, как он был воспитан и какие ценности ему преподнесли его родные. Для геев из России убийства в Орландо могут стать напоминанием об обществах, менее толерантных, чем Нью-Йорк. Мое мнение не изменилось к этой стране. Я приехал просить сюда убежище, приехал сюда за защитой в эту страну. Ближе к вечеру улицу Кристофер, где находится легендарный бар, заполнили сотни людей. Они пришли послушать губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куома и мэру города Билла де Блазио. Это нападение не только на 49 американцев. Это нападение на американские ценности. И на нью-йоркские ценности. Мы верим в общество, в котором всем есть место, которое всех принимает. Пришедшие также выражали свое возмущение американскими законами, которые позволяют достаточно легко приобретать огнестрельное оружие. Нью-Йоркцы зажгли свечи и зачитывали имена погибших. 26 июня в Нью-Йорке будет проходить ежегодный гей-парад. Меры безопасности во время парада будут усилены. А сегодня вечером башня свободы зажглась цветами ЛГБТ-радуги. Эта башня построена на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате самого крупного теракта в истории США. Виктория Купченецкая и Сергей Гусев специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка. Соединенные Штаты в понедельник призвали все страны-члены ООН не просто осудить теракт, но также защитить представителей всех сексуальных меньшинств от подобных атак в будущем. В ответ на массовую стрельбу в Орландо, демократы в Сенате готовят законопроект по контролю над оружием. Текст документа был ранее разработан сенатором-демократом от Калифорнии Дайан Файнстайн и включает пункт о запрете на продажу оружия людям, которые находятся в списке подозреваемых в причастности к терроризму. Ожидается, что республиканцы вновь попытаются заблокировать этот законопроект, несмотря на то, что около 93% американцев поддерживают ужесточение контроля, в частности, проверку биографии покупателей оружия. О том, как жители американской столицы связывают стрельбу в Орландо и вопрос о контроле над оружием в США, рассказывают Карина Бафраджан и Светлана Прудовская. Здесь, в Белого дома, продолжают собираться люди, чтобы почтить память жертв теракта в Орландо. Что думают участники акции о случившейся трагедии? То, что случилось в Орландо, просто ужасно. Я не могу представить, что испытывают родственники и близкие погибших. Это событие наглядно продемонстрировало, что следует предпринять меры по ужесточению правил ношения оружия. Тогда все чувствовали бы себя безопаснее. Я много путешествую, но ни в одной стране я такого не встречал. Непонятно, почему в такой развитой стране, как Америка, происходит подобное. Очень легко обвинить во всем мусульман. Я бывал во многих мусульманских странах и видел, что у них мирная религия. Не стоит обвинять сразу всех людей из-за одного сумасшедшего. Он утверждает, что проблема в людях, а не в оружии. Я считаю, что дело и в людях, и в оружии. Безусловно, человек способен совершать страшные поступки, но без оружия он не сможет прийти в клуб и расстрелять 50 человек. Государство должно запретить оружие. Наша организация выступает за ужесточение закона о ношении оружия. Мы приходим к Белому дому каждый понедельник, чтобы бороться за безопасность американских людей. И, конечно, сегодня мы тоже здесь. Это ужасная новость. Но все это доказывает, что государство не предпринимает никаких мер в отношении оружия. Подобные случаи со стрельбой регулярно повторяются, и уже давно пора менять такое положение. Эта трагедия все-таки должна изменить нашу страну. И я надеюсь, что это поможет по-другому взглянуть на некоторые вещи в нашем обществе. Согласно последнему исследованию, охватывающему период с 1966 года по 2012, около трети всех трагедий, которые ФБР классифицировала как массовая стрельба, произошло в Соединенных Штатах. Исследование включает в себя 292 подобных эпизода, 90 из которых случились в США. Эксперты полагают, что именно эта статистика должна быть главным аргументом демократов в их стремлении ужесточить меры по контролю над оружием в стране. Теракт в Орландо признан актом доморощенного терроризма. Убийца 49 человек явно симпатизировал джихадистам и клялся в верности самым разным террористическим структурам. Президент Барак Обама назвал массовый расстрел в Орландо актом хомгроун терроризм, доморощенного терроризма. Согласно определению ФБР, доморощенный терроризм – это незаконное использование или угроза использования насилия группой или людьми, базирующимися и действующими исключительно внутри Соединенных Штатов, без управления за рубежом, против людей или собственности, чтобы запугать или принудить правительство, население или какой-то их сегмент для достижения политических или социальных целей. С доморощенным терроризмом американцы столкнулись еще до того, как появился этот термин. Так, в начале 20 века в США взрывали бомбы и убивали многочисленные анархисты, как организованные, так и одиночки. Самый крупный теракт, совершенный до 11 сентября 2001 года, был тоже актом доморощенного терроризма. Тимоти Маквей взорвал грузовик со взрывчаткой перед федеральным зданием в Оклахома-Сити, убив 168 человек. Маквей надеялся таким образом начать восстание против тиранической, по его мнению, федеральной власти. Тед Качинский, который выступал против капитализма, новых технологий и уничтожения окружающей среды, на протяжении двух десятилетий рассылал бомбы по почте. Он установил рекорд по длительности совершения терактов. Доморощенный терроризм разнообразен и многолик. Среди террористов есть организации и одиночки, джихадисты и исламофобы, расисты, белые и чернокожие, леворадикалы и неонацисты, защитники прав животных, противники абортов. Эти люди преследуют совершенно разные политические цели, однако всех их объединяет одно – они считают допустимым прибегать к вооруженному насилию. Опасность доморощенного терроризма крайне велика. ФБР традиционно считала, что противостоять ему иногда сложнее, чем известным террористическим структурам. Хотя бы потому, что иностранным террористам надо еще добраться до территории Соединенных Штатов, приспособиться к жизни в незнакомом обществе и раздобыть оружие. Доморощенные террористы, в свою очередь, появляются совершенно неожиданно. К примеру, Адам Ланза, в 2012 году устроивший резню в школе Сэнди Хук, был совершенно непримечательным и аполитичным молодым человеком. По данным известного журналиста Питера Бергена, который много десятилетий освещает тему терроризма, до теракта в Орландо в США радикальные джихадисты убили почти вдвое меньше людей, чем доморощенные террористы, придерживающиеся иных идеологий. Методы борьбы с доморощенным терроризмом хорошо известны. Помимо усилий полиции и спецслужб, для этого требуется борьба с любого рода дискриминацией и идеологиями насилия. Как сообщили в понедельник вечером в Белом доме, президент Обама в четверг отправится в Орландо с тем, чтобы выразить свою солидарность с родными и близкими погибших. Эфир из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина и Россия произвели новый обмен. В Киев прибыли украинцы Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. По предварительной информации их обменяли на одесских организаторов так называемого Народного Совета Бессарабии. Обмен состоялся по той же схеме, что в случае с Надеждой Завченко и российскими грушниками, когда украинку и россиян одновременно доставили на родину на самолетах. Афанасьева и Солошенко госпитализируют у обоих проблемы со здоровьем. По прибытии их в больницу там же состоялся брифинг. Долгих 767 дней мы ждали этого момента. Это стало возможным благодаря Минским соглашениям. Добро пожаловать домой. Вы не представляете, что такое вернуться на родину. Мне все время угрожали, говорили, что моя страна меня забыла, что консул не хочет встречаться со мной, что будет лучше, если я приму гражданство России. Тогда меня защитят как свидетеля. Но все обвинение писалось в кабинетах ФСБ. Афанасьева обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. В России в прошлом году его осудили на 7 лет колонии, как сообщника украинского режиссера Олега Сенцова, которого, в свою очередь, посадили на 20 лет. Солошенко в России обвинили в шпионаже и дали 6 лет колонии. По данным украинского Минюста, в России находится по меньшей мере 29 политзаключенных граждан Украины. Тем временем Петр Порошенко призвал сегодня украинцев быть готовыми уйти в партизаны. Выступая на конференции «Уроки войны», президент заявил, что на случай полномасштабного вторжения России оборона от гибридной агрессии также должна быть гибридной. Еще и события дня. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в офис крупнейшей украинской авиакомпании «МАУ». По информации ее пресс-службы, следователи интересуют бухгалтерские документы. В компании, принадлежащей, кстати говоря, олигарху Игорю Коломойскому, такие действия бюро назвали «давление». И теперь во Францию. Оттуда на родину депортируют группу российских футбольных болельщиков. Министр спорта России Виталий Мутко сообщает о четверых фанатах. Французские власти опасаются продолжения беспорядка во время чемпионата Европы. Автобус с 29-ю болельщиками сборной России задержали неподалеку от Марселя. Фанаты ехали на матч «Россия-Словакия» в «Лиль». Пассажиров попросили выйти из автобуса, чтобы полицейские могли его досмотреть. На место срочно выехал генконсул России во Франции. Тем временем сборная России под угрозой снятия с евро. УЕФА объявила о так называемой отложенной дисквалификации команды. Если беспорядки на стадионах с участием российских болельщиков повторятся, сборная уедет домой. Вечером в субботу, сразу после финального свистка в матче «Россия-Англия», российские фанаты прорвались в сектор англичан, вы это видите, и спровоцировали потасовку. Английские болельщики, среди которых были женщины и дети, пытались покинуть трибуну. За поведение своих фанатов Российский футбольный союз заплатит 150 тысяч евро штрафа. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пообещал, что болельщики его команды больше не допустят нарушений на чемпионате Европы. Далее. В Свердловской области коллекторы разбили окно в квартире беременной женщины, угрожали ей поджогом, в Челябинске кредиторы обстреляли окна должников. Во всех этих случаях полиция оказалась бессильна. Сегодня второй материал из нашего цикла «Жизнь взаймы». Екатерина Пономарева расскажет, почему коллекторы в России есть, а защиты от них нет. 12-летняя Катя рассказывает, как в их квартире коллекторы выбили окно, чтобы выбить долг из ее беременной мамы. Татьяна Ляхова говорит, кредит в микрофинансовой конторе взял ее бывший муж. С год назад. Оформлял займ на кухне ее квартиры. Офису у компании нет, выезжают на дом. Уже третий месяц спокойной жизни семья не знает. Татьяне угрожают, обещают поджечь дверь. Я им объясняю, что я сейчас нахожусь в таком положении, что мне и так не очень-то хорошо, что у меня маленький ребенок в квартире находится. Они говорят, и ребенка твоего вытащим, и детям твоим будет крандец полный тот придет. И все равно ты будешь платить, вот у них одно, одни кидывают эти вот фразы, ты будешь платить, ты будешь платить. Пока мы беседуем с Татьяной, ей на телефон снова звонят. Девушка на том конце трубки объясняет, бывшему с женщиной просрочил пару платежей, долг вырос почти вдвое. Сам он пропал. Чтобы не работать себе в убыток, микрокредитная контора продала договор коллекторам с адресом женщины. А они, чтобы получить свой барыш от сделки, буквально выбивают из людей деньги, как в 90-е. Угрожают соседям, пишут на стенах подъезда и стабильно пару раз в день давят на нервы беременной женщины по телефону. Вместе со своими бандитами вы приезжаете. С какими бандитами? С обычными бандитами, которые мне угрожают, которые мне говорят, мы подожгем тебя сейчас в квартире. Которые мне кричат, смазывай свою задницу вазелином. Ну я что вам могу сказать? Начинайте платить, чем вы стоите. Почему должна платить я? Потому что, потому что это вы разрешили в вашей собственности оформить займ. Работали ООО «Домашние деньги» заместитель начальной службы экономической безопасности. Это уже Челябинск. За решеткой работник той самой компании, что терроризирует Наталью. Его обвиняют в разбойном нападении. Антон Гилко, требуя расплаты, прострелил должнику из травматического пистолета плечо. Пострадавший не ходит в суд, избегает камер. Слово за него держит адвокат. Говорит, деньги мужчина брал на лечение матери. Потом начались проблемы с работой, платить не отказывался. Просил кредиторов о разумной рассрочке долга. Ему начали бычки кидать на порог. Он попросил убрать. В дальнейшем, в словесной перепалке, произошел такой конфликт. Он достал пистолет и произвел выстрел. Непосредственно в плечо попал. После ранения мужчина не может работать совсем. Он строителей сейчас остался буквально без рук. Жена после этой истории взяла ребенка и от него ушла. Несмотря на следствие, мужчине продолжают поступать угрозы. А адвокат коллектора просит его пожалеть и отпустить до приговора под домашний арест. Те доводы, которые приведены, надуманы. Обвиняемые имеют устойчивость социальной связи. Супруга, малолетний ребенок. И в Уголовном кодексе нет статьи, которая бы наказывала их жестокие методы работы. Поэтому беременной Татьяны в полиции даже заявление не приняли. Сказали, что еще доказать нужно, кто разбил ей окно. А звонки с угрозами на уголовное дело не тянут. Вот если что посерьезнее случится, что точно потянет на статью, тогда обращайтесь. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. В Тбилиси вспоминают трагические события прошлого года, когда в ночь на 14 июня в грузинской столице произошло наводнение. Селевые потоки затопили один из центральных районов. Практически полностью уничтожили зоопарк. Стихийное бедствие признали одним из самых масштабных за последние сто лет. На борьбу с его последствиями ушло несколько месяцев. Минувшие ночи жители Тбилиси и первые лица страны собрались в эпицентре прошлогодней трагедии. Теперь на этом месте скверы и монумент памяти погибшим. Звиат Мчедлишвили. Тысяча зажженных свечей на одном из участков так называемой новой трассы. Дороги, связывающей два центральных района грузинской столицы. Ровно год назад, в ночь с 13 на 14 июня, на этом месте погибли люди. Зажатые в ущелье реки Вере, они попросту не успевали покинуть свои автомобили. Настолько стремительными и внезапными были потоки воды, достигавшие порой нескольких метров в высоту. Этой ночью, как и год назад, новая трасса вновь перекрыта для автомобильного движения. Здесь, у небольшого сквера, разбитого в память о погибших, собрались жители Тбилиси и первые лица страны. Это место – символ памяти жертв стихии. Отсюда разрушительные потоки воды обрушились на город. Теперь здесь посажено 23 дерева. Именно столько людей мы потеряли в те страшные дни. Это самая большая наша потеря. Все остальное нам удалось восстановить. Достоверно известно о 21 погибшем. Еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Их тела так и не смогли отыскать. 60 семей в те дни лишились крова. Всего пострадали более 800 человек. На восстановление инфраструктуры понадобилось почти полгода и около 50 миллионов долларов. Тем не менее, без жилья пока еще остаются 5 семей. Один из эпицентров бедствия пришелся на Тбилисский зоопарк. Расположенный в ущелье реки Вере, он оказался почти полностью затоплен. Погибли до 300 питомцев, причем далеко не все стали жертвами стихии. Некоторым животным удалось самостоятельно выбраться из вольеров на волю. Правда, всего на несколько часов. Часть зверей усыпили, часть расстреляли. Одним из символов тех дней стал бегемот, сбежавший из зоопарка и уныло бродивший в центре Тбилиси. Когда расцвело, зрелище приняло наиболее ужасный вид. Я огляделся вокруг и поверил своим глазами. Всюду были погибшие животные в крови и грязи. Зверинец функционирует и сегодня, но готовится к переезду на новое, более просторное, а главное – безопасное место. Наводнение в Тбилиси, признанное одной из самых масштабных стихийных катастроф новейшей истории страны, стало также символом гражданской солидарности. Тысячи добровольцев проводили на месте бедствия все свое свободное время, помогая спасателям разбирать завалы. Некоторые таксисты в те дни отказывались брать деньги с клиентов. Я организовал так называемое бесплатное такси, помогал волонтерам добираться до места катастрофы. Думаю, в этом нет ничего особенного. Когда все случилось, мы созвонились с друзьями и сразу же поехали к зоопарку. Там уже собирались люди. Другого такого выражения солидарности и поддержки в Грузии я, признаюсь, не помню. Наводнению в Тбилиси предшествовали сильные дожди, которые продолжались несколько дней. Позже специалисты выяснили, что обильные осадки спровоцировали сход оползня. Сель перекрыл русло реки Вере и вызвал скопление воды в одном месте, которое в итоге прорвало барьер и устремилось в город. На месте были проведены укрепительные работы. Позже, спустя 8 месяцев после трагедии, в стране была создана комната по контролю за кризисными ситуациями, специалисты которой в круглосуточном режиме наблюдают за так называемыми зонами риска. Звиятам Чедлишвили Давид Симунишвили специально для настоящего времени Грузии от Тбилиси. Жители приграда Киева вынуждены пить грязную воду. Не просто грязную, буквально ядовитую. Уже несколько лет из их кранов течет жидкость коричневого цвета. Ни петиции в местные гурсоветы, ни обращения к губернатору не помогают. Наш корреспондент обратился к специалисту независимой лаборатории. Эксперт установил, по ряду показателей допустимый уровень некоторых элементов в воде превышен в сотни раз. Подробнее Ирина Кононенко. В Буче, небольшом городке под Киевом, у каждого второго жителя течет из крана вода непригодна к употреблению. Мы меняем фильтры раз в полтора месяца. Значит, каждая смена этой всей системы обходится нам в 3300 гривен. Вот видите, вот это фильтр. Мы решили проверить, что входит в состав этой жидкости. Для анализа приглашаем химика. Это и водой сложно назвать. Это мутная смесь бурого цвета, грязная. Сделали экспертизу в Киеве. Допустимый уровень железа в воде превышал в 300 раз. Также были найдены элементы, которых много в канализации. Проверим, что покажет анализ здесь. Проводим ток, чтобы увидеть количество солей и железа. Также в жидкости в 8 раз превышает норма фосфатов. То есть в воде, которая течет из крана, присутствуют отходы от моющих средств. Стиральных порошков, шампуней и прочей бытовой химии. По данным санэпидемслужбы, 35% воды в колодцах и скважинах страны не соответствуют санитарным нормам. Если мы берем Киевскую область, город Киев, то в больших количествах скважинах присутствует. И железо, и различные вещества аммония, которые указывают на загрязнение, в первую очередь, скважин. Но ответственность за качество воды полностью лежит на местных водоканалах. В селах ситуация значительно хуже. К примеру, в Бортничах Киевской области в прошлом году некачественной водой отравились 155 человек. Ирина Каноненко, Вадим Красноперов. Настоящее время. Киевская область. Мы благодарим коллег Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время. Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова